Это прямой эфир Первого городского, мы продолжаем. Меня зовут Денис Соландин и прямо сейчас к нам в гости пришел Александр Казимир, специалист по детейлингу компании Ларус Балт. Добрый вечер. Здравствуйте. Первый вопрос. Детейлинг это своего рода автокосметология. Расскажите подробно, что входит в эти услуги. В услуги детейлинга входит полировка кузова, удаление вмятин без покраски, полная мойка автомобиля, полнейшая кимчистка кузова, салона, восстановление дисков, покраска дисков, полная полировка автомобиля. То есть это вот это вот детейлинг все. И снаружи, и внутри получается. Да, Александр Александрович, не волнуйтесь, пожалуйста. Я понимаю, первый раз в эфире. Да, расскажите, вот я автолюбитель совсем недавно и, конечно, такие вот штуки, которые для вас кажутся повседневными мелочами, для меня это просто целый космос. Можно ли поделить детейлинг на этапы работы? Если да, то какие это этапы? Да, конечно, можно. Если вы приезжаете к нам, то мы первым делом моем ваш автомобиль. Если нужно, то и двигатель автомобиля. Его тоже надо мыть? Да, желательно. Потом мы смотрим критичность состояния кузова. Смотрим на выявления вмятин, есть ли они или нет. Если нужно, то мы их убираем. После этого мы обклеиваем полностью автомобиль, а именно пластик, резинки, чтобы не погубить их во время панировки. И, соответственно, следующая работа – это уже панировка кузова. После панировки кузова мы обезжирим автомобиль, то есть чистим его полностью и покрываем защитными составами. Но это вот мы говорим, если поделить на этапы, то есть это вы рассказали про работу снаружи, но можно же и внутри. Можно и внутри, верно. Это уже зависит от клиента, хочет ли он этого или нет. Если вы захотите, то мы чистим автомобиль сначала изнутри, а потом уже делаем дальнейшие действия. Знаете, я недавно был в Египте, и там автомобилисты совершенно кошмарные люди, так как в Калининграде и вообще в России никто за своим автомобилем там не следит. Они поцарапанные, коцанные, битые, вмятины и так далее. Там и правила движения-то никто не знает, мне кажется. Это очень страшно. Ну вот я говорю, что здесь вот настолько педантично относятся к своему автомобилю владельцы. Вот насколько актуальны и пользуются ли спросом защитные покрытия для авто? Ой, абсолютно каждый практически наш клиент всегда покрывает свой автомобиль защитой. И даже некоторые клиенты, которые делают предпродажу автомобиля, тоже покрывают защитой. Ну а для чего она нужна? То есть, допустим, если кошка пробежится, если без защиты, что там, вмятины и царапины? Если кошка пробежится или, ну в общем, защита дает такие свойства. Если появляется царапина, то она появляется у вас не на лакокрасочном покрытии автомобиля, а на защите самой. И в любом случае вы можете приехать к нам, мы уберем это без проблем. А, это как на стекло наклеечка, да? То есть, такая на весе автомобиля. Да, только это не наклеечка. Ну, для блондинов, объясняйте. Хорошо. Защищают ли такие покрытия от сколов и царапин как раз-таки именно на мойке? На мойке? Ну, на мойке, я думаю, сколов невозможно быть. Если это случай, то смотря как. Если, естественно, примутит большой камень, то ничего не запоможет, это никакая защита. А царапин, да, царапин не будет, в принципе, вообще. А если они и будут, то они будут так же, я еще раз повторюсь, на самой защите. Ну, вы уже упомянули, что готовите автомобили к продаже, правильно я понимаю? Верно, верно. Расскажите, вот, ну, какие этапы, да, допустим, если я вдруг решаюсь продать, то есть, я к вам приезжаю, что мне для этого необходимо? Вам необходимо просто оставить нам автомобиль на определенное время. И мы сделаем все, что нужно для того, чтобы продать его очень хорошо и качественно. Ну, расскажите, вот эти этапы подготовки. Ну, этапы подготовки все то же самое. Моем двигатель, неважно, грязный он или чистый. Также мы моем полностью весь автомобиль, промываем все тщательно, чистим салон. После этого уже приступаем к работе детейлинга, именно панировка. Панируем кузов до мельчайших царапин, просто, чтобы ничего не осталось. Обрабатываем все это, промываем стекла, делаем, в общем, идеальную конфетку. Слушайте, ну вот, ладно, я там два дня, что называется, за рулем. Я знаю, что многие прям очень скрупулезно, особенно, когда покупают автомобиль, смотрят там. То есть, вы рекомендуете, я подозреваю, вот таким вот, как я, да, что необходимо сделать? Да, конечно же, если состояние машины мы видим, то мы вам скажем, что нужно сделать для этого и нужно ли вообще. Ну, тогда, я думаю, что лучше увидеть один раз, чем сто раз услышать. Расскажите, где вы находитесь, есть ли вы в соцсетях и так далее. Вот, пожалуйста, зрители. Мы находимся по адресу Советский проспект 134А. Это где-то здесь недалеко. Правильно. И ориентир это суши-бар Токио. Угу, все, я понял. Социальные сети у нас, Инстаграм, только Инстаграм. Larus Balt, Detailing, самые первые строчки будут, как бы, и все, в принципе. Друзья, я рассказываю, заходите в Инстаграм, Larus Balt, набираете, можете написать интересующий вопрос, связаться. Там есть все номера телефонов и, соответственно, адреса. Вы можете связаться со специалистами, и они подскажут к вам. Ну, и, естественно, уже приедете и лично сделаете и Detailing, и, в общем-то, полный комплекс и осмотр своего автомобиля. Правильно? Да, все верно. Ну, еще раз хочется сказать, что даже просто в поисковике можете Larus Balt набрать, и вам сразу же выйдет первая строчка. Да, да. Спасибо большое, что пришли к нам этим вечером. Приходите, потому что, мне кажется, беседа актуальная, понятная, доступная. Еще раз напомню, что у нас Александр Казимир, специалист по Detailing компании Larus Balt, сегодня был в гостях. Спасибо вам большое. Ну, а меня зовут Денис Аландец, с вами прощаюсь. До встречи в эфире на Первом Городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова